Всем привет, я Любомир Борода, это мой канал. Сегодня рассмотрим с вами несколько вариантов плетения. Чего бы вы думали? Самый популярный вопрос, который мне задают, касается браслетов плетения Кобра. Кобра, Карл, самое простое плетение, которое я уже показывал на своем канале. Ну давайте, раз уж уже и время прошло после того, как я записывал ролик по плетению Кобры. И вы подросли, и я подрос. Давайте я просто расскажу несколько вариантов, как вообще это выглядит, чтобы больше этот вопрос мне не задавали. А в будущих роликах я просто буду давать ролик, буду давать ссылку на этот самый ролик. Итак, погнали. Сегодня я вам покажу, как плести самую простую Кобру, как плести Кобру с четырьмя жилами внутри и как плести Дабл Кобру. Плюс, как миксовать жилы паракорда, оплетать мини-кордом и микрокордом. Погнали! Для того, чтобы плести любой браслет, нам нужна какая-то поверхность. У меня это станок. Вы можете растянуть это между какими-нибудь крючками. Главное, чтобы у вас было за что зацепить здесь и за что зацепить здесь. Давайте начнем с обычной, самой простой Кобры. Мы берем отрез паракорда, делим его пополам. Петлей зацепляем здесь. Если у вас это какой-то шакл или застежка, соответственно, вы заводите в застежку. С этой стороны также вы заводите либо в застежку, либо как я. Вы раскидываете стропы по краям и начинаете плести. Берете один край и просто накидываете его на две стропы вашей основы, на которую вы наплетаете, то есть ваш как таковой браслет. Эту стропу, вторую, вы накидываете сверху вот сюда, вот так. Проводите под ней плюс под основными двумя стропами. И в образовавшуюся петлю заводите ваш отрез и аккуратненько это дело зажимаете. У вас получается вот такая вот штука. Далее очень удобно ориентироваться. Видите стежок образовавшийся. Вот там, где стежок, с этой стропы вы всегда начинаете делать петлю. То есть стежок все время будет меняться. Вот вы берете этот стежочек, с этой стороны стропу закидываете на основу, второй стропой кидаете сверху. Делаете все то же самое, что я показывал только в обратном зеркальном отображении. Проводите под всеми стропами и в образовавшуюся петлю заводите. И опять затягиваете. И теперь, как вы видите, стежок у вас образовался здесь. Далее вы берете эту стропу. Опять так же сверху заводите. Вторую накидываете на нее и проводите снизу. Если вы оплетаете ручку, рюкзака, сумки, кружку и так далее, вместо вот этих двух строп, которые вы оплетаете, соответственно, у вас это место занимает либо ручка, либо ручка рюкзака, либо ремень, либо что-нибудь еще. Любую основу вы можете оплести вот таким вот методом. Надеюсь, что это должно быть понятно. Это обычная кобра. Бывает кобра пошире, с которой часто свои браслеты плиту я. В той кобре вот этих вот строп внутри четыре. Как это делается? Когда вы создаете основу для браслета, вы делаете это не в один оборот, а в два, чтобы у вас было четыре стропы. И потом начинаете плести уже отсюда. Начинаете плести точно так же, как сейчас. Только в середине держите четыре стропы. То есть, выглядеть это должно вот так. Мне не очень удобно перед камерой, я сбоку стою, но вы должны понять суть. Заводите также вашу пряжку, застежку и так далее, чтобы у вас здесь получилось сразу четыре. И делаете все то же самое, как и в прошлый раз, за исключением того, что основа, которую вы оплетаете, у вас стала в два раза толще, шире. То же самое, стежок сделали, теперь от стежка накладываем сверху на нашу основу из четырех строп. Этим хвостиком, этой стропой мы накидаем наверх, проводим под всеми четырьмя и заводим в эту петлю. И уже у нас получается вот такая кобра. Как раз вот по такой кобре, некоторые мне в комментариях пишут, что это дабл кобра. Ребята, это не дабл кобра, это обычная стандартная кобра с четырьмя стропами внутри. Если хотите, можете попробовать сделать таким образом, шесть строп. Но главное, держите эти стропы, чтобы они друг на друга не садились, то у вас получится очень неровный и говнянский браслет. Если же вы будете держать их вот в таком натянутом ровном порядке, то и браслет у вас будет получаться классный, ровный и кайфовый. И при расплетении такого браслета паракорда у вас будет больше, так как в основу вы его уже заложили в два раза больше, чем в предыдущем варианте. Это понятно. Теперь давайте рассмотрим дабл кобру. Что касается дабл кобра. Это кобра, которая обычная стандартная, которую мы наплетаем на основу из двух строп. И когда мы доходим до конца, то есть полностью проплетаем наши изделия, будь то браслет, земляк и так далее, я до конца доводить не буду, просто покажу вам сам принцип. Вот считайте, что браслет доведен до конца. Здесь у вас уже фастекс, и вы просто начинаете возвращаться назад таким же самым макаром. То есть на эту кобру наплетать еще одну кобру. И тогда у вас получится дабл кобра. То есть вот таким вот образом. Все то же самое, просто вы берете и коброй оплетаете вашу кобру. Тут все четко. Главное попасть в стежок, и тогда она будет ровно и аккуратно ложиться на стежке. Все делается точно так же, соблюдая все те же самые правила. Вот таким образом будет получаться дабл кобра. Смотрите. Помимо этого, здесь мы рассмотрели, как можно делать из одного отреза паракорда браслет, либо темляк, либо любое другое изделие кобры. То есть мы сначала сделали основу, потом загнули и повели сразу же по основе наш корт. Это все получается одноцветным. Часто бывает, когда делают кобры двуцветными. То есть за основу берут один отрез паракорда, а оплетают сверху другим паракордом. Делается это тоже все очень просто. Вы просто берете, делаете основу, берете другой паракорд, которым вы будете оплетать, подгоняете его под фастекс, застежку или что там у вас. И вот таким вот образом, так же, как мы делали в предыдущий раз, создаем плетение. Просто наплетаем на эту основу сверху другим цветом паракорда. И у вас получается вот такая вот история. Если взять цвета контрастные, да, и гармоничные по отношению друг с другом, то можно создать интересный рисунок. То есть у вас получится, что основа будет просвечиваться под плетением. Помимо этого, вы можете пойти дальше и сделать середину одного цвета, а вот эти оплетку двумя цветами. То есть для этого вам надо будет соединить два отреза паракорда. Как соединять я уже реально показывал в нескольких роликах. То есть вы просто приплавляете один конец к другому. Поджигаете, приплавляете. Прячете это соединение где-нибудь внутри, либо под фастекс. И получается, что с этой стороны у вас один цвет, с этой другой. И при плетении, соответственно, получится рисунок двух цветов от оплетки. И плюс третий цвет у вас будет в середине. Это я уже показывать не буду, это и так должно быть понятно. А если вы такой двойной паракорд сделаете еще и дабл коброй, тогда середину, на что вы наматываете основу, у вас видно не будет, но дабл сложится в очень прикольный рисунок. У вас сначала будут вот эти вот штуки одни, ну вот там вот внутри, а потом сверху они пойдут другими. Соответственно, и вот эти стропы, которые переплетают, они тоже будут друг на друга накладываться разными цветами. Экспериментируйте, это интересно. И, как я уже и обещал, вот точно таким же способом, как мы делали сейчас, вы можете брать мини-корд и вы можете брать микро-корд. И точно так же наплетать на стропы. А в каждом из этих вариантов есть свой прикол. То есть и мини-корд очень классно ложится на стропы из пара-корда, и микро-корд очень классно ложится на стропы из пара-корда. Так же вы можете взять микро-корд, сплести кобру, потом вернуться ее на дабл. И это тоже будет достаточно интересным. Экспериментируйте, главное понять основу. Согласитесь, ничего сложного в этом нету вообще. Главное понять принцип, как это делается, и больше не задавать таких вопросов. Вы можете делать это как на фастексах, так и на железных всяких скобах, и просто на петелечку, и на что угодно, и всякие темляки, и браслеты, и какие-то ланьярды. Все что угодно. Коброй можно оплетать ручки кружек, ручки каких-нибудь чайников, ручки сумок, рюкзаков и так далее. В общем, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, скоро у нас будет 30 тысяч, и это уже круто. До новых встреч!